— Кори! — Просыпайся, сынок. — Пора! Я позволил ему вытащить меня из темной пещеры сна, потом открыл глаза и взглянул на него. Он уже был одет в темно-коричневую форму с его именем — Том, написанным белыми буквами поперек нагрудного кармана. Я учуял запах бекона и яиц, услышал радио, которое тихо играло на кухне. Гремели кастрюли, извинили стаканы. Мама находилась в своей родной стихии, словно форель, попавшая в попутную водяную струю. — Пора! — повторил отец и, включив лампу на столике рядом с моей кроватью, оставил меня подтягиваться и прищуриваться, пока последние образы сна постепенно таяли у меня в мозгу. Солнце еще не взошло. Была середина марта. За окном крона деревьев трепал холодный пронизывающий ветер. Я мог почувствовать этот ветер, положив руку прямо на стекло. Когда папа вошел на кухню выпить кофе, мама поняла, что я проснулся и сделала радио чуть погромче, чтобы услышать прогноз погоды. Весна пришла несколько дней назад, однако зима в этом году выдалась очень суровой и цеплялась за южные края острыми зубами и когтями, словно белая кошка. У нас не было снега. У нас вообще никогда не выпадает снег. Однако холодный ветер за окном исходил прямо из полярных легких севера. — Не забудь теплый свитер! — закричала мама. — Слышишь? — Слышу! — ответил я и достал из комода зеленый шерстяной свитер. Мою комнату освещал желтый свет лампы, слышалось приглушенное гудение колорифера. Здесь находились индийский ковер, красный, как кровь кочиса, стол с семью потайными ящиками, стул, покрытый и сине-черным бархатом цвета плаща Бэтмена, аквариум с крошечными рыбками, такими прозрачными, что можно видеть, как бьются их сердца, уже упомянутый выше комод, к которому приклеены переводные картинки с самолетами моделей Ревел, кровать со стеганым одеялом, вышитым родственницей Джефферсона Дэвиса, чулан и полки. О да, полки. Коллекции бесценных сокровищ. На этих полках куча моих книг, сотни комиксов, Лига Справедливости, Флэш, Зеленый Фонарь, Бэтмен, Дух, Черный Ястреб, Сержант Рок и Рота Изи, Аквамен и Фантастическая Четверка. Еще тут номера журнала «Жизнь мальчишки», а также дюжина номеров знаменитых монстров кинематографа, сенсаций экрана и популярной механики. Журналы National Geographic высится желтой стеной, и я не без некоторого смущения должен признать, что могу на память указать, где в них расположены... Продолжение следует... Продолжение следует...